По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Мама, мама, проходи. Вчера в доме дяди я видел, как они дали коровам сахарную свеклу, которую мы кушаем, а еще добавили буханку хлеба. А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Эти дни скоро закончатся, вы все забудете. Могли же сказать, забери хлеб домой. Мы едим хлеб, даже если в нем есть муравьи, а еще называют себя родственниками. Будь папа дома, мы бы не мучились так. Адальджон, возьми себя в руки. Будь волевым. Не унижайся ни перед кем. Добивайся всего своим трудом. Учитесь хорошо. Если бы не годы войны и репрессий, мы бы тоже были счастливы. Отец ваш... Да. Тоже родился в зажиточной семье. Правда? Да. Ваш папа... Внук Алимджонбая. Одного из богатейших людей Ташкента. Он имел собственную гостиницу. Большой участок земли в 500 гектаров, десятками магазинов. Отца до меня женили на дочери богатого человека, как он сам. Мама, а где та женщина? Твой отец не любил ту женщину. Потому что она вышла замуж по просьбе родителей. И вдобавок она была больна. Она родила сына. Но они развелись из-за отсутствия между ними любви. Разве у нас не осталось богатств моего дедушки? Твой дедушка сказал ему... Если ты женишься на женщине с ребенком, я не вынесу этого клима. Они сказали твоему отцу уйти из дома. Мы ушли из того дома ни с чем. Все богатство Алим Джомбая было конфисковано советами. Вы должны забрать у них все, все, что у них есть до последней копейки. Все, все. Зовите ее, зовите. Невестка. Невестка. А она дома сейчас? Дома-дома. Зовите еще, зовите. Невестка. Невестка. Да, она дома. Я же говорю. Здравствуйте. Здравствуй. Как вы все там? Живы-здоровы? Я же недавно платила налог. Почему вы опять пришли? Да, платили. Но остался долг. Пятьдесят рублей. Вот поэтому и мы и пришли. Неужели я должна платить за глинобитный дом такой налог? Обязаны. Обязаны платить. Все, в том числе и вы. Мы вас не зря беспокоим. Есть задолженность. Будьте любезны заплатить. У нас что, других дел нет? Еще не поздно. Соглашайся. Мои слова, Силий, и налог, и долг я заплачу сам. Убирайся отсюда, мразь. Эй, что это такое? Заставьте платить. Эй, куда она? Боже, праведная. До каких пор терпеть несправедливость? Надо ей прикольный мотив. Ты что творишь? Да я тебя, я упеку тебя за решетку. Что творит, а? Совсем с ума сошла? Что тебе надо от меня? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проходите ДимаTorzok Брат, пойдёмте в дом Пусть доктор осмотрит ДимаTorzok ДимаTorzok Хоть из-под земли У неё выявили эндометриоз Если бы вовремя лечиться и беречь себя от различных воздействий, особенно огня и тепла, проживёт долго В противном случае ситуация будет ухудшаться день от дня А вот список лекарств Хорошо, спасибо доктор, выздоравливайте Будьте здоровы, спасибо Я вас провожу доктор Здравствуйте Здравствуйте Доктор сделал укол, она спит Вы садитесь Я заварю чай Нет, нет Идите Делайте свою работу, спасибо Хорошо Мама, я приехал Мама, я приехал Кто там? Боно, это я Я Я сказала вам не приходить Ты же знаешь меня, есть разговор Пусти в дом Прошу тебя, Боно Опять те же слова Уходите Не надо мне ваших разговоров Как ты? Чего ты боишься? Вот, вот Ты и дочь дома Как твоя дочь? Здравствуйте Доченька Пожалуйста, принеси мне воды или холодного чая Прошу тебя Жажда замучила Иди принеси Боно Почему ты меня боишься? Я же Я же Не див, не дракон Я человек Давай И так вовью Доченька Нам с мамой надо поговорить Ты иди в дом Говорить Мне нечего скрывать о дочери Она уже большая девочка Все понимает Ну и ладно Разговор Все тот же Такую молодую женщину И как ты Мужчина все равно не оставит в покое Тебе нужен защитник Твой муж все равно не вернется с войны Нет смысла ждать его вот так Я своего мужа буду ждать до последнего вздоха Прошу вас Не приходите больше к нам Не преграждайте мне дорогу Прошу вас Перестань так говорить, Боно Скоро твои сыновья женятся А дочь выйдет замуж Ты останешься одна Тогда будешь биться головой об стену У тебя пятеро детей А я сватаюсь к тебе У вас же есть семья Я их тоже не оставлю Вам не стыдно перед детьми? Я полюбил тебя Ты в моих мыслях день и ночь Ты ведь тоже любила Ты должна понять меня Вы тоже поймите меня Настоящая любовь Бывает один раз Нет, нет у тебя больше той любви Ты понимаешь, это Боно Ахматаки, если вы уважаете меня Идите домой И больше никогда не приходите, пожалуйста Уйдите Хорошо, я уйду Ладно, Боно Ты все же хорошенько подумай Подумай на досуге Подумай Подумай Мама, мне страшно Что если он придет, когда братья будут дома? Не бойся, доченька Он не придет Больше не придет Любовный недок болезненный Мама Папа влюбился в вас с первого взгляда? Да Мы преодолели все невзгоды Уехали с Ташкента Жили в Байсуне Условия были Очень трудные Но если муж и жена любят друг друга Они не замечают трудностей Вот так, доченька Субтитры подогнал «Симон» Ну, пошли, дети Как поживаешь, Боно? Здравствуйте Здравствуй, дочка За придверь Мама Я сама Кабль Не спеши, постой Что такое? Слышал? Что? Это же позор Говорите внятно Что произошло? В дом твоего погибшего брата Вот уже 3-4 дня Повадился ходить Ахмат Ну, который хромой Это что? Он 3-4 дня подряд приходит к ним Представляешь? Что вы мелете? Что? Что? Это твоя невестка? Да Она моя невестка Но у нее 5 родителей Да знаю я Вот поэтому и переживаю Да Вы не шутите? Зачем напрасно тревожить душу погибшего? Зачем? Это большой грех Какой позор Все говорят об этом Ты сам сказал пятеро детей И неужели ей не стыдно? Какой позор Зачем? Не шутите так Ты что? Я ради шутки тебя остановила, что ли? Об этом все судачат Посмотри, посмотри Нет, я ошиблась Это другая Он приходит под вечер Под вечер Каждый вечер Да, аккурат под вечер появляется Я все замечаю А, вот она Какой позор И не стыдно ей Опять пришел небось Иди скажи, что братья дома Хорошо Пожалуйста, уходите Если братья узнают, будет плохо Шадия, открывай Это я твой дядя Ой Здравствуйте, дядя Здравствуй Что, другого ждала? Да? Нет А? Нет, дядя, что вы? Значит, эти слухи уверены, да? А? Невестка Здравствуйте Ну, здравствуй, здравствуй Эй, из-за вашего позора Мне шагу ступить нельзя А? Соседи говорят Соседи говорят Невестка Невестка Одульджон Ойбек Пришел уважаемый гость Накрывайте, дастерхан Невестка, не уводите разговор в сторону Что скажете Об этом хромом Ахмеде? А? М? Сказали бы, что захотелось замуж Я бы подыскал вдовца Ах, да Вы же привыкли расстраивать чужой брак И выходить замуж Да? Так ведь? Не оскорбляйте маму Не вмешивайся Не вмешивайся Добрый род Что вы себе позволяете, дядя? Почему оскорбляете маму? Вы хоть раз поинтересовались Как мы живем? Что едим? Хоть раз? Эй Не пререкайся со старшими Держи язык за зубами Да? Поинтересовался или нет? Вы Дети моего брата Камушек, пущенный в вас Свалится на меня Глэйбэй, понял? Ну? Говорите Что здесь делает Ахмат хромой? А? Не кричите на моих детей Спросите у самого Ахмата Смелый человек сначала идет к мужчине А не к женщине И говорит с мужчиной Как мужчина Мама, какой хромой Ахмат? Я ничего не понимаю Сейчас я приволоку Этого хромого сюда Вот тогда и поговорю Приводите Позовите соседей У меня ни перед кем нет вины Ты виновник Вспомнишь волка? Уши торчат Вот вам подтверждение Вот сам приковылял Мама, что происходит? Это бог облегчил мою проблему Обег, сынок И ты, Адел Возьмите себя в руки Успокойтесь Ваша мама видит такое не первый раз В чем дело? Что здесь происходит? Дверь была открыта Вот я и зашел Извините Тысячу извинений Аааа Сидела В этой открытой двери, да? Глядите Он еще бессовестно спрашивает О том, что происходит Это скандал Юсуфа из Увайхо Раз влюбились в нашу невестку С пятью детьми Чего же вы приходите на ночь глядя? Женитесь на ней в открытую А потом и приходите днем, как мужчина Дядя, думайте, что говорите В противном случае я не посмотрю, что вы мой дядя Вставай, что вы делаете? Я брошусь под машину Успокойтесь Прочь с нашего дома, уходите все Дядя пришел защитить нашу честь Но честь невестки не так защищают Зовите ваших сплетников Зовите Что случилось? Что за шум? Что здесь происходит, соседи? Успокойтесь, сынок Шум слышен на всю махалю Что стряслось? В чем дело? Ну что такое? Я впервые слышу, чтобы вы так громко кричали Боно, может к вам в дом забрался вор? Сейчас на каждом шагу воры Из-за этих трудностей люди меняются Ну что стряслось? У нас украли честь Что? Честь украли! Кабул Если... Если мы не были соседями Родными моего отца Я бы избил тебя своим костылем Люди, послушайте меня Я человек, который пережил массовые убийства Истекал кровью на войне И столкнулся со смертью Хотя бы... Хотя бы по этой крови Я познал цену жизни Я поклялся Что если я вернусь В свою страну живым Я буду жить как человек Правильно У меня есть семья Ребенок Но я разочаровался в своей жене Нежели, когда я был очень молод Я не познал, что такое любовь Прости меня Боно Я, глядя на Боно Осознал это чувство Но Кабул знает Боно Не сделала ничего достойного твоего порицания Правильно Я приходил несколько раз Но эта женщина не взяла у меня ни кусочка Белого сахара Ни кусочка хлеба Вы должны знать Как тяжело Живется этой женщине Но как бы ни было Им тяжело Они не приняли того Что я им принес Она сказала Чтоб всегда была верна Своему мужу Ждала его Всю жизнь Она чиста И честна Как молоко матери Если вам нужен предмет для осуждения Осуждайте меня Накажите меня Если хотите наказать кого Послушайте Если кто скажет плохое об Ону Пусть Змеи Покусают его язык Пусть ему будет плохо Понятно? Да пошли вы Я свидетель всего этого Все, что происходит в этом доме Мне известно Я знаю обо всем Дай Бог, чтобы ее дети Выросли храбрыми И защитили от этих ястребов Вам должно быть Очень стыдно за это Если бы вы Как дядя Приходили сюда Почаще То Знали бы все О семье Вашего брата Что здесь происходит Чем они живут Но вас тут не было Ахмаджон Послушайте меня Эта женщина Ни взглядом Ни словом Не обнадежила вас Так перестаньте же Ходить к этой женщине Умоляю вас Как вам не стыдно Поймите Честь это такая вещь Из-за стыда Человек может потерять ум У нее дети уже подросли В подростковом возрасте Ребенок может наделать глупостей Неужели это непонятно? Мама А где брат? А где брат? Ой Одуль Сынок Не переживайте Одуль Я сейчас посмотрю На улице Он не должен уйти далеко Сынок Где он? Где он? Одуль Сыночек Одуль Слава Богу Вам намного лучше Вы меня так напугали Напугали Мама Эх, сынок Они все преувеличивают Вот и напугали тебя Ты уже Неделю сидишь рядом Не пошел на работу Эх, мама Все на свете кончится Но работа Никогда не закончится Главное, чтобы выбрать здоровый Были рядом Другого я себе не пожелаю Эх, сынок Я все жду Когда же ты Станешь Доктором Скоро, мама Скоро Сынок Пока я не увижу тебя доктором Не умру Да я и не собираюсь умирать Арбота Движется вперед Хоть и медленно Даст Бог Я возьму вас В путешествие По самым Красивым Странам мира Мама Спасибо, сынок Наполнил мое сердце Такой радостью Вот вы И стали учеными Я обязательно поправлюсь Мама Я должен принять участие В ученом совете По защите докторской диссертации Тогда ищай Иди, сынок Благословите меня Дай Бог, чтобы Путь Твой был праведным Чтобы докторская работа Всем понравилась Дай Бог Пусть Бог Облегчит Твои проблемы Возвращайся домой С хорошими новостями Дай Бог Аминь Аминь Здравствуйте, уважаемые коллеги Сегодня Мы рассмотрим с вами Научную работу Авбека Таирова Доцента Ташкентского института Автомобильных дорог Кандидата технических наук Которому будет присвоено Звание доктора наук А сейчас слово Профессору Никитину Прошу вас Спасибо Кандидат технических наук Айбек Таиров В 1975 году Был принят На заочное отделение Московского Автомеханического института На кафедру Автомобильных И тракторных двигателей Научным руководителем Был назначен Профессор технических наук Доброгаев Сейчас Для ознакомления С темой диссертации Я передаю слово Таирову Айбеку Кадыровичу Пожалуйста Здравствуйте Уважаемые коллеги Для научной работы Я выбрал тему Сельскохозяйственная техника Двигатели внутреннего сгорания В этой диссертации Решаются Общегосударственные проблемы Ведь мы Аграрное государство И нам нужно Полностью Механизировать Работу Наших ферм Чтобы машины Служили Многие годы Облегчение труда Людей Особенно женщин Является И нашим Научным И гражданским Долгом Мы все Это понимаем Айбек Таиров Почему Ты выбрал Очень сложную Тему Для своей Докторской Диссертации Стоит ли Проблема Решенная Нашим Другом Потратенных Денег Верно Уважаемые Коллеги Почему-то В ходе обсуждения Мы Крутимся Вокруг Нее А не по сути Диссертационной Работы Айбек Таиров Никогда Не требовал Особых Условий Для написания Своей Диссертации Он 760 Часов В год Провел В занятиях Причем Все Поставленные Задачи Он выполнял На отлично Но Почему Вы не хотите Упомянуть Вопрос Финансирования Правильно Какой смысл Тратить Государственные Деньги Впустую Некоторые Ученые Неудачники Потратили Миллионы Долларов На научные Эксперименты Верно Это Не пошло На пользу Ни нашему Сельскому Хозяйству Ни Автомобильной Промышленности Верно Правильно Необходимо Тщательно Продумать Сумму Денег Которая Будет Потрачена На издание Каждой Научной Работы Да Правильно Но на эту Диссертацию Он не потратил Еще Вообще Ничего Никаких Денег Из Институтской Казны То Потратит Только Свою Долю Денег Которые Получил По договору Давайте Уважаемые Коллеги Дадим Возможность Человеку Который Хочет Работать Не Можем Поддерживать Тогда Давайте Не будем Мешать Ему Извините Но По-моему Эта научная Работа Еще Очень Сыра И Недоработана Верно Думаю Надо Прислушаться К словам Руки Наги Айбек Таиров Не до Конца Изучил Тему Могут Ли Результаты Этих Экспериментов Быть Новинкой А Мы Должны Подумать Об этом Давайте Справедливо Оценим Работу Нашего Коллеги На Алтайском Моторном Заводе Произошли Качественные Изменения Благодаря Научной Работе Айбека Таирова Я не Говорю Что Диссертация Идеальна Что Безупречна В ней Нет Недостатков Браво Вот в этом И дело Наша Задача Заострить Внимание На этих Моментах Айбек Никогда Не уклонялся От работы Во имя Науки Учитель Я всегда Честно Трудился Честно К сожалению В этой жизни Тысячи Нечестных Игроков Они действуют Тебе на нервы Они больно Ранят Твое сердце Ладно Ты только Не сдавайся Тот Кто отступает Всегда Проигрывает Да Через три месяца Снова Будет Рассмотрение Хорошенько Подготовься Договорились Хорошо Шаю Джон Что ты так Размерчился Опять Мои расчеты Неверны Учитель Можно я Сдам Эту работу Завтра Послушай Ты Хочешь Стать Ученым Конечно Человек Который Хочет Пробиться Ученые Не откладывает Работу На завтра Открой Открой Читай Твой Расчет Обязательно Будет верным В общем Это комната Моего учителя Акила Усманович Ну и ну А это его книги Книги Да Все его А чем он Занимается Он ученый Доктор наук Профессор Попросту говоря Да Человек науки Знаете что Это должно быть В крови человека Верно По-моему Он из семьи ученых Да Вот здесь Есть произведения Абдуллы Кадыри Минувшие дни Скорпион Из алтаря Лучше читать Неужели есть все И хамса Все семнадцать томов А здесь Книги по технике Да Когда-нибудь Я тоже Стану ученым Для этого Нужно прочитать Очень много Книг Не каждому Суждено Стать ученым Дядя Так Будем читать Если надо Прочитаю Все книги На свете Все равно Я стану Ученым Я верю в тебя Витяй Бек Лучший студент Нашего В курса Учится Только на пятерке Он достоин Стать ученым Кто же не он Да верно Верно девушки Хорошо Пошли Посмотрим другие комнаты Там тоже есть книги Да Очень много книг Идем 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 Идем